алоха это музираш и сегодня мы пробежимся по машинкам hot wheels 2016 года под серии glow wheels в переводе на русский светящиеся колеса название говорит само за себя у моделей светящиеся колеса все они имеют такой белесо-зеленоватый оттенок и если их подержать на свету то впоследствии в темноте они будут светиться прелесть в том что у этой под серии еще и довольно оригинальные донышки когда я раскладывал все что собираюсь снимать в обзорах 2016 года накопленная за последние 2-3 месяца я обнаружил что именно у этой под серии довольно любопытно оформлены днище практически все цветные не знаю сделано ли это с прицелом на то что это будет заметно и лучше выглядеть в темноте надо будет это потестировать но в целом отличительная черта помимо того что у них светящиеся колеса и довольно яркие раскраски это именно цветные донышки у всех остальных серий в большинстве своем донышки или серебристые или черные чаще всего что-то подобное или вот такое но у этой под серии у всех они цветные так их и назовем машинки hot wheels цветные донышки и так первые в этой под серии сегодняшнего дня twin d'action моделька которая радовала нас в 2013 по моему году тем что была в синем исполнении была хантом мы долго за ней охотились но в итоге ее поймали или в четырнадцатом не суть важно в тринадцатом или в четырнадцатом году она была регуляр хантом довольно красиво оформленная и ну и с успехом дальше продолжают эксплуатировать вторая моделька это формуляр спортивные тона низкий центр тяжести обтекаемые формы скорее всего сделают эту модельку довольно интересные для любителей погонять по трекам хотя излишняя плоскость и приземистость могут сыграть злую шутку и она начнет своими бамперами цеплять определенные повороты или изгибы треков если они не прямые содержат какие-нибудь петли моделька новая для 2016 года выходит впервые voltage spike довольно брутальное необычное решение на хромированных элементах видны значки молний довольно интересно почему ее засунули в серию светящихся колес они в под серию этого же года посвященную каким-нибудь электромобилям но это выбор за дизайнерами почему нет новые модели это всегда интересно всегда приятно не скажу что она сильно в моем вкусе но по крайней мере здесь есть что поразглядывать и элементы кузова разные и бампера довольно причудливые и оформлены видимо специально таким образом чтобы в темноте когда будут светиться колеса колеса было лучше видно хотя может быть идея была совсем другой что не делать их такими дырявыми под свечения делать их для того чтобы мол набегающий поток воздуха позволял лучше остужать тормозные диски как и бывает в настоящих машинах не знаю посмотрим но моделька любопытная я уверен нас ждет большое количество юрика луров в годах ближайших а то может быть и в этом регуляр хан 3 под много перекрасов уже нам встречается видимо в ближайшие годы они нас будут обильно радовать количеством рекалоров этой модельки зачем делать ее еще и регуляр хан там мне не очень понятно но это модель которая первая же умирает самый первый претендент на смертью в первые пять минут игры потому что передняя ось из-за отсутствия каких-либо ограничителей крыльев на ней моментально изгибает вот эту переднюю ось и собственно ничего хорошего от этого не происходит поэтому то любопытно до колеса будет видно хорошо до моделька конечно эксклюзивная более того построена есть и в оригинале образец в архивах hot wheels они используют ее как промо-кар но в данном случае несмотря на то что она мне не очень нравится но здесь они довольно интересно сделать сочетание цветов и я пожалуй скажу что да окей супер молодцы мне нравится особенно синенькая донышка моделька arrow dynamic фиолетовый цвет все сразу вспомнили все что я говорю по фиолетовый цвет и до моделька довольно тяжеленькая видите там есть металлические элементы кузова и вот как раз вместе с донышком они и делают ее приземистой то есть прям вроде бы визуально ночью маленького когда берешь в руку прям чувствуется тяжеленькая модель то скорее всего она будет многих обгонять на треках и на этом пожалуй все потому что она уже не первый раз наших обзорах arrow dynamic к вашим услугам следующая модель подсерии лупку уже был довольно скучноват еще и пластиковое дно сделали халтура поэтому в данном обзоре мы уделим меньше всех внимания спектайт моделька почему-то напоминает мне динозавров видимо из-за ноздрей спереди и я бы сказал что она ну какая-то совсем никакая скучно пытались придумать что-то в духе багги а получилось спектает из шиканзы закрывает сегодняшнюю часть обзора 10 из 10 в этой подсерии 2016 модельный год номер 55 как вы могли заметить у нас получилось довольно неплохая подборка то есть у нас есть номера последовательно 7 по 10 у нас есть номера с 3 по 5 и у нас есть единичка нам не хватает только 2 и 6 при этом к моему удивлению скорее всего и я и то и другое в магазине видел в бразильском каталоге они уже тоже присутствуют поэтому надо будет просто найти где они еще лежат и успеть их выхватить пока они не разошлись по коллекциям ну или где-нибудь у кого-нибудь на меняем кто купил а потом передумал обычно такие машинки очень быстро покупаются на каком-то желании увидеть рассмотреть и поглядеть и от них взрослые коллекционеры устают довольно шустро поэтому вся наша надежда на то что мы или найдем сами или кто-то из коллекционеров от этого устанет главное чтобы дети не успели эти машинки у хайдокать пока мы не при этом не получили всегда рады показать вам ханты рады показать вам цветные донышки спасибо что вы с нами и не сутулимся пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok и специально по запросу нашей подписчицы полей поздравляем с днем рождения марка дорогой марк с днем тебя рождения с праздником желаем тебе здоровья успехов крутейших треков и супер коллекции машина держись за свою сестру она столько всего сделала чтобы у тебя получилось такое необычное поздравление с днем рождения на нашем канале с ее настойностью она тебе еще не раз поможет в этой жизни спасибо поле спасибо марку за то что смотрите нас успехов собирайте коллекцию посмотреть пока пока